Возможно договориться. Это во-первых. Во-вторых, оказался процесс очень противоречивым. Во-вторых, есть новая инициатива в парламенте, то есть в бюджетном законодательстве, которая благодаря министру финансов, министру благосостояния, это инициатива или приоритет по снижению неравенства доходов. Неравенство доходов и пакет довольно-таки серьезные. Это повышение минимального заработка. Правительство подтвердило с 200 на 225. А кто выиграет, извините, что я перебиваю, от повышения минималки? Минималки? Вот реально, на деле, на практике. Кто выиграет? Какая проблема в Латвии? Это два вопроса. Конкурентоспособность Латвии и, скажем, большой налог или высокий налог на рабочую силу в группе минимальных и средних окладов. Основная масса где-то 43%, и это одна из высших в Европейском Союзе. И, скажем, если мы хотим решить эти два вопроса, конкурентоспособность и, скажем, вопрос неравенства доходов, тогда мы должны были это снизить. И где-то задача была снизить где-то на 2-3% пункта, которая и удалась. Это вы имеете в виду снизить подоходный налог или что вы имеете в виду снизить на 2-3% пункта? Нет, нет, это общая масса налога, там комплексно. Это необлагаемый минимум, это облегчение за детей. За еждевенцев? За еждевенцев, да. И это вопрос налогов как таковых. То есть или подоходного налога, или социальных взносов. Мы решили этот вопрос через снижение на 1% социальных взносов, повышение необлагаемого минимума и повышение уровня облегчения за еждевенцев. Вот как раз этот вопрос, насколько я понимаю, был одним из самых болезненных в диалоге между вами и партией реформ. Вы говорите, что есть целый пакет, который уже утвержден, он идет от Минблага и Минфина по выравниванию доходов. Но ведь, насколько я помню, снижение подоходного налога или налоговой нагрузки на работающих, это ведь идея партии реформ. Да, но она решала только часть проблемы. Снижение налоговой нагрузки, но не решала неравенство доходов. Объясните простому обывателю. В чем разница между снижением подоходного налога на 2% и сокращением, точнее говоря, повышением необлагаемого минимума? Если мы снижаем только подоходные налоги на 2%, как предлагалось от партии реформ, тогда выигрывают из этой ситуации те люди, у которых большие оклады. Но при маленьких окладах налог тоже снижается? Да, но пропорциональный выигрыш, в основном, этот фискальный эффект был где-то более 40 миллионов лад, но в основном это выигрыш шел на группу доходов на тысячи больше лада. Это, скажем, в реальных цифрах. Если мы говорим на минимальные оклады, эти 2% там никакого выигрыша не было. Скажем так, весь этот пакет, который был сначала предложен Министерством финансов со стороны Министерства финансов и Министерства благосостояния, скажем, если в цифровом языке, если бы семья состоялась, скажем, папа и мама получали минимальные оклады для 2 ребенка, у них плюс должны были получать где-то тысячу евро к году, скажем, при всей этой налоговой политике. Притом это еще предусматривало прогрессивный неблагаемый минимум, скажем, чем после декларации, скажем, годовых доходов предусматривалась возможность получить обратно из этого неблагаемого минимума. Скажем, если он был меньше, тогда, скажем, годовой доход был ближе к минимальному окладу, он бы был выше, если, скажем, более ближе к 400 латов в месяц, он был меньше. Он сохранялся на предыдущем уровне, да. Но сегодня немножко, скажем, по разным достижениям разных компромиссов и так далее, но это немножко не удалось. Я думаю, что эта прогрессивность неблагаемого налога будет в следующем году, да, в законодательстве введено, да, но и эффективность 2016 года. Социальным налогом что происходит в будущем году? Социальные налоги, это не налоги, но социальные взносы, так сказать. Социальные взносы? Они будут понижаться на 1%, 0,5% пропорционально работодателю и работ... Минблак согласен? Минблак согласен, да. А каким образом Минблак согласен, если Минблак постоянно жалуется на то, что в социальном бюджете не хватает денег? Социальный бюджет сформируется из социальных взносов. Как же вы так? А просто соглашайтесь на снижение социальных взносов. Вопрос хороший. Мы должны понять одну очень важную вещь, что с следующего года до платы, до пенсии, где-то на уровне 126 миллионов лад, переносится социальный бюджет на основной бюджет, да. И у нас, и в социальном бюджете создается ситуация, что бюджет из дефицитного бюджета, да, бюджетом, который может вести накопление, начинать накапливать резервы, скажем, для будущего, или кризис, который предусматривался, возможно, кризис. Впереди, как это было, например, накопление было где-то 900 миллионов лад, с которым, скажем, социальный бюджет прожил этот кризис, да, который был. Так что с этим шагом социальный бюджет стабилизирован, и начинается накопление, и этот шаг был довольно-таки логичный, да. То есть, в принципе, хватает денег в социальном бюджете, и ситуация позитивна. С следующего года ситуация в социальном бюджете будет позитивна. Почему бы тогда не поднять пенсии? Мы подняли пенсии, пенсии где-то более чем 90% пенсионеров в этом году поднялись, будет с 1 сентября поднять на 4%. На 4%? 4% на фоне 150-200 ладов, это не очень, в принципе, много, наверное, особенно при уровне наших цен. Почему бы не поднять пенсии серьезнее, если уж, как вы говорите, ситуация в социальном бюджете позитивная? Она не позитивна в этом году, она будет позитивна в следующем году, и мы должны рассматривать, поднять одну очень важную вещь на счет этого года. С этого года эффективен закон о фискальной ответственности, да. То есть, или на человеческий язык перевести, скажем, все карманы, которые имеют государство, они считаются как единый карман, да. Скажем, если социальный бюджет дефицитный, скажем, если мы будем тратить больше социального бюджета, это будет иметь эффект на основной бюджет, из которого есть основные государственные затраты, кажется, да. Так что это просто, скажем так, не было смысла. Просто это невозможно из дефицитного бюджета покрывать большие расходы, да. Это был максимум, который... Насколько я помню, сеньоры даже угрожают акциями протеста, если я не ошибаюсь. Да. То есть, пока что диалог идет не очень позитивно. Я бы не связывал эти вопросы. Основном это протесты связаны с тем, что были индексированы пенсии до определенного уровня. Это уровень был минимальный оклад, да. Я думаю, что это было целесообразное решение или тайснегис, как это сказать? Справедливое. Справедливое решение. Я думаю, что если мы, скажем, индексируем минимальный доход, тогда я думаю, что это целесообразно. И здесь... В следующем году какая индексация может быть? Здесь два вопроса. Здесь протесты по двум вещам. Первый, это протесты с точки зрения тех, которые пенсии выше, чем 200 лат, и у них индексации не было в этом году. Второй вопрос о дискуссии, нужны ли пенсии, то есть не облагаемый минимум на пенсии, или, поверим в вопрос по-другому, должны ли пенсионеры платить налоги, да. Это немножко уже другая дискуссия уже в налоговом режиме, но я думаю, что у пенсионеров не облагаемый минимум, если сравнить это, скажем, с рабочими, где он 53 лат в следующем году будет, 165, я думаю, тоже серьезная разница, да. То есть, насколько я понимаю, дискуссия идет о том, чтобы, в принципе, освободить пенсионеров от уплаты налога. Да, но кто-то должен, но это такая фундаментальная дискуссия, или вопрос, в какой пенсии мы должны... Мы должны понять, что получают пенсии 400 лат, 500 лат, получают пенсии, сейчас более-более людей получают пенсии с Ирландии, получают с Эстонии и так далее. Так что это то, что мы видим, то есть латвийский государственный выплат, это только одна часть монеты есть такие, так что есть пенсионеры, которые... Получение не облагаемого минимума для пенсионеров. Да, я думаю, что это дискуссия, этот вопрос важен, но основном мы должны понять, что все-таки налоги должны оплачиваться, и есть пенсионеры, которые есть имущество, и есть разные другие вещи, но... А как же аспекты справедливости? Пенсионер, в принципе, получает то, что он накопил, условно говоря, за всю жизнь, когда делал соответствующие социальные выплаты. Почему же с этих социальных выплат нужно еще платить какие-то налоги? Вот чисто с точки зрения здравосмысла. Если мы хотим войти вообще в саму полемику, это очень технический вопрос, но и в разных государствах создаются пенсионные накопления в разных способах. В Латвии социальные выплаты высчитываются перед подоходным налогом, то есть подоходный налог не оплачен перед социальной выплатой, и это технический ответ этому. Мы можем дискутировать о необлагаемом минимуме, это хорошая дискуссия, но вообще-то налоги должны платиться. Поймите, здесь у нас все-таки есть разного рода инфраструктура, здесь есть медицина, здесь есть транспорт, так далее, так далее. А вы упомянули пенсии, которые... Те же самые троллейбусы или транспорт бесплатный в Рижском городе, кто-то должен за это заплатить. Но это не совсем, в принципе, связано, наверное, с социальным бюджетом, транспорт в Рижске. Согласен, но подоходным налогом это связано. Еще один вопрос, который хотелось бы обсудить. На будущий год Минблаг так или иначе получает какие-то деньги из упомянутых 80 миллионов. На что эти деньги пойдут? В каких сферах можно ожидать каких-то прибавок, надбавок, улучшения ситуации? У Минблага такие четыре очень важных приоритета. Я не могу сказать, конечно, цифры, но я понимаю, что процессы бюджета это были поддержаны. Во-первых, это поддержка персон с инвалидностью. Основном это повышение государственной, государственной пособии. Первая группа инвалидности это 45 лет на 58 лет 50. Вторая группа инвалидности это 45 лет на 54 лет. И инвалидам с детства это 75 лет на 97 лет 50. И вторая группа инвалидности это 75 лет на 90 лет. Второе это... Это то, что уже поддержано правительством? Это поддержано правительством, да. Я думаю, что эти цифры где-то там просто еще подсчитываются. Все в основном, концептуально это поддержано, да. А второе это пособие для инвалидов, которому необходим уход за инвалидом. Это пособие 100 лет повышается на 150 лет. Это очень важно, поскольку многие инвалиды нуждаются в этом уходе. Это очень важный вопрос. Второе это вопросы, это услуги, которые запрос на эту услугу растет очень быстро. Это услуга ассистента самоуправления для персонала инвалидности, да. То есть это вопрос, то есть повышается количество оплачиваемых часов этого ассистента. То есть для персонала с инвалидностью, если ему надо куда-то попасть, поехать и так далее, да. И правительство, скажем, повышает эту выплату по этому вопросу. И второе, и, конечно, последнее, это родительское пособие. Оно повышается 100 латов на 140 латов в месяц. Это, скажем так, это еще не, конечно, соглашение. Сегодня, вообще, еще будет этот вопрос соглашаться на дискуссии между национальным объединением и премьер-министрами. То есть это еще такое, я уже сказал, это пакет демографии, скажем. Здесь не достигнут согласования. Но в основном здесь дискуссия идет, нужно ли повысить, нет дискуссии о том, что нужно повысить, скажем, родительское пособие 100 лат на 140, скажем, до одного года. Но разногласия идет между Минблагом и, скажем, основным объединением, что Минблаг считает, что повышение, скажем, года до полтора лучше вылаживать такие услуги родителям, скажем так. Это, например, то есть эта дискуссия о том, нужна ли для, скажем, молодой, скажем, для мамы. Но мы уже не говорим, что в Латвии было бы популярно, что папа берет этот родительский отпуск. Но, скажем, не в том, что мы держим молодую маму, скажем, до полтора года дома, не ущерблить молодой маме отношения ее карьеры. И должны ли мы повышать пособие, скажем, чем она должна ходить дома, или мы должны, государство должно вести интервенции, скажем, сервисной, сервисной. То есть был сервис нянь, сервис в школе. Например, очень важный вопрос, болезненный вопрос, это, скажем, повышение уровня, когда, скажем, увеличение количества классов, которые получают бесплатный обед. Мы видим, что это, скажем, более социально эффективный вопрос, скажем, чем другие. Насколько серьезно Ваше разногласие с Нацблоком? Если мы сравниваем с предыдущим годом, когда были ультиматумы и так далее, я думаю, что в этом году это такие дискуссии о политических приоритетах. Так ведь один из представителей Нацблока как раз говорил, что могут и не поддержать госбюджет, если вдруг не падить на встречу. Не на счет демографического пакета. Я не вижу ситуации такой страшной. Я думаю, что важна дискуссия. Это концептуальная дискуссия, скажем, или повышать уровень выплат пособий, или больше государства должны влаживать разного рода социальных услуг. Для молодых семей. С инвалидами, понятно, с молодыми семьями более или менее тоже понятно. Что все-таки пенсионеров ожидает в следующем году? Я уже сказал, что это повышение пенсии. Индексация в смысле лишь? То есть индексация, которая с сентября уже 4%. А в будущем году? В будущем году нормальная индексация с 1 ноября, как нормальное законодательство. И тут довольно-таки интересные сценарии, которые, то есть, сценарии индексации. Например, на свеча сеньоров. То есть идея, которая выдвинула самая организация сеньоров, что индексировать пенсии, скажем, до определенного уровня. Например, то есть не пенсии, но индексировать сумму из любых пенсий. Но только до определенного уровня, но может быть с другим индексом. Ну, сейчас мы, наверное, мы сейчас посчитываем. Там более 5-6 сценариев индексации, но мы посчитываем это. Это тоже интересно. То есть это говорит, что может быть, что те, которые, скажем, немножко быстрее вырастут, маленькие пенсии, чем большие. Но это такой, скажем, по-моему, австрийский сценарий. Помимо этого, насколько я понимаю, рассматривается вопрос повышения необлагаемого минимума. Пока он не рассматривается. Вы же сами говорили 10 минут назад. Нет, нет, он необлагаемый минимум для рабочих. Повышение минимума, необлагаемый минимум для тех, которые получают доходы с работы, но не пенсии. То есть здесь все-таки разница еще остается. Это не повестка дня, это повышение необлагаемого минимума на пенсии. Так вы же 10 минут назад об этом говорили. Нет. То такой вариант тоже возможен, есть дискуссии, рассматриваются. Наверное, вы меня не так понимаете. То есть повышается необлагаемый налог, повышение необлагаемого минимума. Для работы, это мы поняли. Но мы также с вами говорили о вопросе пенсии. Вы говорили, что там тоже какие-то перемены могут быть. Мы, скажем, на этот вопрос бюджетного пакета, но этот вопрос бюджетного пакета не рассматривается. Наверное, не точно верно. А где он рассматривается, если не в бюджетном пакете? Я думаю, что это, я говорил о тех вопросах, которые будут подняты с 7 числа на митинги. То есть, возможно, митинги, не знаю, будет ли он или нет. Но это поднимается то, что мы слышали, что в основном это вопрос не индексации пенсии с 250 латов или выше уровня. И, скажем, то есть, уровень необлагаемого минимума на пенсию. Еще один вопрос, который касается уже работников или сотрудников творческой сферы, это повышение, точнее говоря, введение обложения социальным налогом гонораров. На данный момент этого не происходит. Откуда появилась эта идея, насколько я помню, фискальный эффект от такого нововведения будет не очень большой. Зачем вам это надо? Зачем вам? Это не нам. А кому это надо? То есть, на данный момент с гонораров не платятся социальные налоги. Если правительство и СМ поддержат инициативу Минфина, насколько я понимаю, которая обсуждалась с Минблагом, то вот с Нового года, значит, 30% будет изыматься со всех гонораров, чего на данный момент не происходит. Соответственно, люди, которые получают гонорары, будут получать на 30% меньше. За ночь? За ночь. Да, 30%, скажем, за ночь поднять трудно. Но мы должны понять проблему. Скажем, в творческой сфере довольно-таки много работающих не выплачивает социальные... То есть, они не платят социальные взносы. Они очень часто получают не только гонорары, но и зарплату, с которой как раз-таки выплачивают за социальные взносы. Да, скажем, получают минимальную зарплату, и потом они получают гонорары. Так у нас каждый третий в стране получает минимальную зарплату? Ну, скажем так, те, которые получают, ну, больше, чем каждый третий. Но все-таки, скажем, мы должны понять здесь два вида деятельности. Скажем, есть журналисты, которые каждый день идут на работу... А это не только журналистов? Ну, там... Архитекторы, адвокаты, художники, представители всех творческих профессий, актеры и так далее, и так далее. Можно перечислять бесконечно. И нормально мы, скажем, есть разница, что человек идет каждый день на работу и получает, скажем, свою зарплату или компенсацию за работу. И мы можем сравнить, например, адвокат Грутупса, который раз в год или два года напишет одну книгу и потом с этого получает гонорар. И от основного логика, которая была поставлена, скажем, по налогобогательству, творческой деятельности. Нет смысла заплатить социальные налоги, если ты раз или два раза в год, скажем, написал книги и так далее. Или, например, не знаю, художник нарисовал одну картину и так далее. Но если журналист идет каждый день на работу и... Почему сразу журналист, не только журналист? Хорошо, мы можем говорить о теории или творческой, или как был большой сюрприз для работников Минфина, что, например, в одном из театров столяр тоже получает гонорар за свою работу. И там очень многие таких интересных профессий. Это немножко другая ситуация. Он получает свой, скажем так, ежедневный оклад, и этот оклад должен облагаться социальным налогом. Со стороны Минблага мы считаем, что этот минимум страховки необходим просто для людей. Скажем, это вопрос... Что значит минимум? Ну, как минимум? Это социальная страховка необходима. Просто люди... Это вопрос о пенсии в конце дня. И это все-таки, скажем, продленность жизни повышается. И люди находятся в пенсии 12-17 и более лет. И все-таки они должны получать какие-то, ну, уже хорошие пенсии. Есть весь смысл говорить об этом. Во-вторых, это страховка ситуации заболеваний, скажем, какие-то вы будете получать, скажем, и мы никто... А также отпуск, декретный отпуск и так далее. Это понятно. На практике... Это очень серьезно. И это будет позиция Минблага в любом ситуации. На практике, как, на ваш взгляд, может выглядеть такое, скажем так, нововведение с Нового года? Вот что будут, на ваш взгляд, делать представители творческих профессий, для которых доход сокращается за ночь на 30%? Скажем так, ну, это... Мы сразу повернули, что это, во-первых, социальные взносы выплачиваются с обоих сторон. Работодателя и со стороны, скажем, работы... А мы не будем лукавить, мы знаем, как приходят на практике. Хорошо. Ну, это во-первых, так что мы это не уже... Во-вторых, я думаю, что очень важно, что этот диалог начался, и мы должны искать какое-то решение этому вопросу. Просто мы можем выйти на, скажем, поставить этот вопрос с другой стороны, со всеми... Каждый год я, как представитель Минблага, участвую в дискуссиях в Министерстве культуры, что делать с социальным страхованием творческих лиц, да? Скажем, это писатели, тоже самые журналисты. И там все берут, показывают свои пенсионные накопления, они показывают свои больничные и так далее. Я говорю, а, там нет налога, то никто не плачет страховку и так далее. С точки зрения страхового бюджета, там не важно, кто ты, творческая личность или, скажем, кто. И если мы говорим о социальном... То есть вы хотите, чтобы люди были социально застрахованы? То, что мы хотим, да. Да, и это будет очень серьезная позиция. Как делать так, чтобы за ночь доходы человека не сократились на 30%? Хороший вопрос. Я думаю, что с точки зрения, скажем, то есть отрасли как такова уже 6 лет живет в этом налоговом режиме, мы должны говорить о каком-то переходном периоде, да, и искать дизайн, скажем, налоговой политики, который был наименьшим болезненным для отрасли, да. Но я хочу сказать одну вещь. Сейчас экономика растет, солидно растет, и в этой ситуации мы не можем оставлять, скажем, работа нанимателей без социальной страховки. Вопрос только во времени, как этот вопрос решает. Я думаю, что на этой позитивной, а будем надеяться, на этой позитивной ноте мы поблагодарим нашего гостя. Время, к сожалению, подошло к концу. Спасибо большое, что пришли. Пожалуйста. Вы смотрели «Вопрос с пристрастием». Напомню, в гостях у нас был парламентский секретарь Минблага Арвилс Ашераденс. Смотрите нас каждый день на канале «Просто», каждую среду слушайте в прямом эфире «Радио Болтком». Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова